Здравствуйте! Мы находимся с вами, пожалуй, у самой главной достопримечательности города Пушкина – водонапорной башни. Башня построена, наверное, больше ста лет назад и содержит в себе ряд интересных моментов. Обратим внимание на ее навершие. Мы там обнаруживаем интересные знаки-символы. Во-первых, не спадающие струи, якобы. Во-вторых, вот эти символические знаки в виде замочной скважины. Есть предположение, что башню делал замечательный, интереснейший архитектор Лев Николаевич Кекушев. И вот эти приемы являются его характерной особенностью. Таинственные знаки на башне. Вот эти вот усики на тех знаках, которые мы назвали замочной скважиной, они не одинаковые. Левый усик со скосом идет, а правый, ну, прямоугольный, прямо обрубленный. Возможно, это какая-то руническая символика, а возможно, это масонский след. А в однопорной башне нельзя говорить, не упомянув о ее дополнении. В водовзводной будке. Под этой будкой находилась скважина, из которой, собственно, вода и поступала в однопорную башню. А сколько ей лет? Так это один ансамбль, соответственно, и возраст у них один, это где-то начало прошлого столетия. Традиционным украшением каждого советского города, а тем более его привокзальной площади, являлся монумент основателя советского государства Владимиру Ильичу Ленину. Есть такой монумент и у нас. Он не первый по счету, говорят, что аж третий. И еще говорят, что привезли его из поселка Лесной. Так это или не так проверить сложно, но будем считать, что так. А еще интересно то, что у нас памятники периодически исчезают и потом вновь возникают. Яркий пример сейчас Пушкина. Днем с огнем не найдешь хотя бы захудалого монумента товарищу Сталину. А было их здесь несколько, известно их местоположение. А вот куда они подевались, пока это тайна. От памятника Ленину начинается наша главная магистраль, Московский проспект. В старину он назывался Пушкинском шоссе. История его вкратце такова. По заказу нашего известного промышленника Евгения Армандо во второй половине 19-го столетия наш купец Камзолкин прорубил просеку в лесу, собственно, в которой и находилась нынешняя Пушкина. И создал здесь то, что мы сейчас называем проспектом. Перед нами старейший банкирский дом города Пушкина, что на Московском проспекте. Это замечательное здание в стиле такого мягкого конструктивизма. Было построено в 1930 году и на тот момент было единственным каменным зданием в городе Пушкина. Ну, примечательные формы этого дома. Квадратные колонны, большие оконные проемы. Сейчас в нем размещается Банк Москвы. Дело в том, что периодически хозяева меняются. Надеемся, что со временем все вернется на круги своя и здесь разместится очередной Пушкинский банк. Насчет тайны банковских подвалов. Хранили ли и хранят здесь огромные суммы, достоверно неизвестно. Но фундамент и цоколь этого здания, безусловно, вызывает уважение. Мы с вами находимся на Советской площади у памятника Ивану Андреевичу Крылову и Александру Сергеевичу Пушкину. Они оба о чем-то задумались и, на наш взгляд, с некоторым недоумением смотрят по сторонам, так как ни тот, ни другой в нашем славном городе никогда не бывали. И еще такая деталь. Если обратить внимание на их обувь, то ботинки у наших поэтов на шнурках. Вопрос к историкам, к культурологам того времени. А носили ли мужчины в то время ботинки со шнурками? На наших глазах уходит в историю еще один памятник. Памятник называется «Наша Победа». Это был известный кинотеатр, выстроенный в 1980 году. Потом его не раз ремонтировали, реконструировали. А 9 мая этого года здесь состоялся штурм Рейхстага. Победа выполняла роль Рейхстага в Берлине. Сейчас вы видите, что стало с нашей Победой. Что с ней будет дальше, пока об этом говорить сложно. Говорят, что будет торгово-развлекательный центр, которых у нас, слава богу, и так хватает.